Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 февраля, очередной такой небольшой выпуск ответа на вопросы. Сейчас, когда начинаются вот эти посевы, особенно у новичков очень много вопросов. Некоторые, конечно, я читаю, вот они кажутся, ну мне кажется, что даже как может прийти на ум такой вопрос, но некоторые действительно, кто первый или второй год начинает заниматься, для них даже самые элементарные вопросы кажутся сложными. И еще в наше время такой поток информации с интернета, массовая вот эта информация, и не всегда она одинаковая, на всех сайтах разная, и люди действительно теряются, как делать, так или так, кому верить. Вот начнем. Валентина Владимировна пишет, какую золу надо сыпать? Любую древесную? Да, древесную, но только не после сжигания угля. Можно после сжигания дров, после сжигания творога, хвороста, всяких обрезки фруктовых деревьев, после сжигания травы, листвы, только не угольную. Так. Ну это про томат Петруша Огородник. Пишет, очень сладкие мясистые, мой основной томат в огороде. И да, он почти не болеет. Вот про ленту, что я рассказывала, как я покупала ленту, потому что некоторые люди боятся мошенничества, им страшно, как сначала платить деньги, а потом уже им когда-то пришлют. Но вот Галина Донецкая подтвердила мою информацию, что вот этот канал, он безопасный, потому что я сама там покупала, написала, что 18-го деньги отправила, не сомневалась, 26-го лента уже на почте. Так что все нормально. По крайней мере, один канал безопасный мы узнали. Я всегда тоже боюсь в интернете, вот эти интернет-магазины. Для нас же это как-то не очень приемлемо, что мы сначала платим деньги кому-то, неизвестно кому, а потом то ли придет нам что-то, то ли нет, когда большие суммы. Всегда каждый человек опасается. Вот Надежда Быстрова пишет, перегной из-под кореньев деревьев, лиственных пород, это самое питательное почество, не сравнится ни с чем. Из нее вырастает самая сильная и заправленная всеми компонентами рассада. Это точно 100%. Я согласна с вами. Наталья Чернявская пишет, какие сорта сладкого перца вам нравятся. Назовите несколько сортов. Я не сажала. Мне нравятся многие. Мне очень нравятся вот такие огромные, которые вызревают поздно, но они у нас в сибирском регионе могут только вызреть в теплице. Нравится и Гладиатор, и Патриция, нравится Богатырь, нравится Воловье Ухо, нравится Уральский Толстостенный, нравится Калифорнийское чудо, вот эта классика, и красная, и желтая, огромная. Нравится Золотое чудо, потом еще какое мне нравится. Короче, мне очень многие нравятся, но вот все, которые я перечислила, вот эти, они все-таки, их нужно или раньше сеять, или в теплице выращивать. Но мне также нравятся и вот Венти, белый налив и Винни-Пух, которые можно вырастить на улице и которые вызревают на улице почти все. Но тут надо все равно разделять или вот эти позднеспелые, которые огромные, головки, которые возьмешь в руку, он тяжелый, он такой сочный, или которые из скороспелки, они, конечно, немного уступают вот по этой, по массе плода и по толщине стенки. Ну, у кого нет теплицы, выбирать не приходится, останавливаемся на сортах, которые быстрее вызревают. Ой, все, поехала, я про перец тоже могу долго рассказывать, мне надо останавливать. Вот смотрите, очень важно. Екатерина Мелекесова сказала, думала, никогда меня не коснется, но у меня в петуне появилась белая плесень, что делать? Я вот когда вчера рассказывала, как раз вот в этом самом Эра марганцовки видео, я говорила, что у меня когда-то был один препарат марганцовка на все случаи жизни, и когда во время выращивания петунии я никогда не поливала, не опрыскивала, ничего не делала простой водой. У меня всегда был бледно-розовый раствор марганцовки. Поверьте, плесень он убивает. И если в простых лотках между рядами мы можем посыпать золы, у меня тоже было видео двухлетней давности, что делать, если в лотках с рассадой появилась плесень. С томатами проще. Делаешь кулечек, туда золы, и раз-раз-раз насыпешь между дорожек, она всю плесень съест. Но петуния у нас такая маленькая, ее очень сложно присыпать золой, например. Она зола, ее может даже съесть сама, она зола тоже очень агрессивная. И вот тут нужно сразу с первых самых дней после посева, во время полива, во время опрыскиваний, пользоваться именно дезинфицирующим раствором. Но сейчас, например, хоть я и про привикур, может, всем надоело, что привикур, привикур. Привикур, пожалуйста, фунгицид. Можно во время полива полить раствором привикура, и я думаю, что плесень умрет. Нужно что-то, что обеззаразит грунт. И еще, если у вас уже сеянцы в такой, ну, в довольно-таки такого размера, который уже можно распекировать, то лучше, конечно, с этой заплесневелой земли в свежий грунт сделать пикировку. Или в отдельные стаканчики, или в кассету, или просто рядочками в другое. Но что-то нужно с ней делать. Так. Ирина Голубцова пишет. А, ну это про мои восточные танцы. После просмотра ролика поймала себя на мысли, что вас надо слушать по утрам, чтобы быстро простуться, бежать делать дела. Просто отдыхаю. Я тоже использую перед посевом горячую марганцовку, даю немного остыть земле и сею семена. Так многие делают. До сих пор у нас в теплицах, вот в производственных так делают. Пишут, хоть шапочку оденьте. Ладно, как-нибудь одену. Так, можно ли купить семена казанова? Про семена есть специально отдельный ролик, как можно заказать, сделать заказ семян в феврале. Сейчас у нас, естественно, не очереди, ничего нет. Можете заказывать и получите. На сутки замочила, Ольга Панкова пишет, и непророщенные посадила в грунт двух- или трехлетней давности семена, взошли на третий день, но неравномерно. Так они еще потом взойдут. На третий день взошли самые сильные, а слабые вылезут еще через несколько дней. Бывают, даже все семена всходят. Так, вот какой город? Город Бийск. Вам правильно, вот Дмитрий Чернов уже ответил. Собираюсь пикировать в начале марта свой перчик. Так, и ваши видеозаписи очень помогли. Успеха. А, ну тут вот про, наверное, это все-таки вот этот комментарий Натальи Амечко про лунный календарь, что в три срока высаживала. 18, 25, 8 февраля про знаки не знала, попала на разные знаки. И, короче, в плохой знак до сих пор не зашли. Но я из своего опыта могу сказать, я вчера тетрадь вам показывала, сею ежедневно, там, например, февраль 11, 12, 13, 14, 15, 16. И поверьте мне, кто занимается профессионально выращиванием рассады, выращиванием растений там и цветов и всех, они сеют и пикируют каждый день. Это я знаю точно, потому что у них это как работа, и никакие дни не выбрасываются. И у нас вот теплицы по выращиванию рассады, есть такое хозяйство тепличное. Ясно, что они работают с понедельника по пятницу каждый день, и рассада у них всегда хорошая. Я не знаю, может быть, это не от знака у вас не взошли, а может быть, попали как раз на это число семена некачественные. Но спорить не буду. Кто верит в знаки, пусть, ну как, каждый должен иметь свое мнение, это ясно. Так. Вот редкий томат, загадка природы. Людмила Черемных пишет, посажу обязательно в этом году. С этим томатом, загадка природы, у меня такие проблемы, в нем же нет почти семян. Я в этом году высаживала много, висят вот такие ломти. Но собрать семена невозможно. В некоторых помидорках одно или два семечка, одно томатное мясо. И вот я теперь только поняла, почему вот эти редкие коллекционные сорта иногда продаются так дорого. Чтобы собрать пять семян, это надо, наверное, весь куст распотрошить. Очень мало семян. Это, да, не очень хорошо. Мне, например, не разведешь. Так. Вот Татьяна пишет, она еще и бисером вышивает, танцует. Я не только, я еще и плиткой облицовывала у себя в бане. Я люблю пилить, строгать, полки делала для обуви. У меня вообще много чего. Сейчас новое увлечение у меня, краеведение. Это так интересно. Это еще интереснее, чем огород. Вот с внуком теперь, бродяжем по городу, я его выгуливаю. Нашли несколько зданий полуразрушенных, старых. Так интересно, что там было сто лет назад. У нас же город уникальный. Он еще, ну как, еще до революции гремел. Ну, расположение очень удачное. Тут такие были богатые купцы. Я сейчас начала, когда краеведением заниматься, узнала больше. Оказывается, на свои деньги выстроен и наш университет. Купцы построили. Купцы Морозовы, по-моему. Потом хочу вам рассказать. Купчиха Морозова построила тюрьму на свои деньги, в которой сейчас до сих пор сидят наши вот эти каторжане. И я сначала думала, когда прочитала, думаю, какая злая женщина построила тюрьму. Она наоборот. Она просто жалела, что в таких нечеловеческих условиях вот эти вот каторжники у нас в городе содержались. Она им построила такой дом, теплый, крепость. Там с подземными ходами, там, короче, камеры отдельные. Все, короче, она наоборот пожалела и улучшила условия вот этих вот каторжан. А я живу как раз около этой самой тюрьмы. И давно хотела снять фильм, рассказать или показать. Муж, короче, строил университеты, эти институты. Там какие-то гимназии строили. А жена, вот, тюрьму для людей. И все это на деньги, на свои личные. Никто их не заставлял. Такие были люди широкой души. Вот купцы наши бийские. И бийский купеческий был очень богатый, знаменитый город. Вот этот вот, который универмаг у нас шикарнейший. Даже приезжали с Барнаула, с Новосибирска. Все, кто хотел вот модно все это приобрести. Там я прочитала ужас. У нас сейчас такого сервиса нет, как был раньше. Если пришел человек, ему что-то нет подходящего. У него брали заказ по журналам модным, заграничным. Это у нас в Бийске до революции, представьте. И просили его прийти завтра, за ночь. По иностранному журналу шили эту модель, точную копию. Человек приходил, женщина, например, ей это платье выдавали. Уже готовое. Я была в шоке. Я когда узнала все эти подробности. Сейчас попробую так. Приди тебе в магазине нахамят. А какое красивое здание. Они же строили не для себя эти здания, для людей с лепниной, с какой-то красивой, с этими скалоннами, с розочками, с башенками. Все просто для того, чтобы человек зашел и сделал покупку и с приятным сердцем вышел. Все. Ладно. Не буду увлекаться. Но, как вы поняли, у меня новое увлечение. Краевидение. Хочу узнать все-все о истории нашего города. А потом, может быть, расползусь дальше по России, по другим городам. Очень интересует город Нижний Новгород. Очень интересует Казань, Санкт-Петербург. Ни разу нигде в жизни не была. Ну, хотя бы теоретически узнаю. Чисто из статей. Ладно. Помогите, пожалуйста. Сначала высохлись ими дольки у рассады огурцов. Теперь начинают листья желтеть. Вот смотрите. Ну, она одну разобрала. Корень хороший. Желтеют с краев листы. Вы знаете, у нас, если желтизма начинается на рассаде, то первое, о чем мы должны думать, это азотное голодание. Возможно, у вас грунт не очень... А, ну, вот, кстати, и комментарии уже спрашивают. Какой состав и какой объем грунта? Что огурцы любят питательность, перепревшим навозом? Да, именно. Есть ли у вас простой обычный грунт без вот таких азотосодержащих добавок? Возможно, огурцам будет мало этого. Я в прошлом году снимала видео, говорила, что огурцы у нас обжоры, а не полная противоположность томатов. Если томатам не даем много азота, боимся жирования, то огурцам нужно, наоборот, создавать это жирование. Надо давать больше азота. При недосадке азота у них мельчают листья, у них желтеют листья. Ну, а если вот с краев еще желтеют, как каемочка по краям, возможно, у вас грунт вообще не сбалансирован. И, скорее всего, вам нужно все-таки попробовать осторожно их подкормить хотя бы комплексным удобрением, чтобы там был НПК, азот, фосфор, калий. Если вы не знаете, чего точно там не хватает, я всегда делаю огурцам очень жирный грунт, у меня всегда они толстенькие такие. То, что семидоли у огурцов иногда подсыхают, желтеют и вообще как, ну, деформируются, это ничего страшного. Если идет настоящий лист хороший, значит все нормально. Но если уж и настоящий лист начал желтеть, подсыхать там, ну, видно, вот у огурца лист это индикатор вообще его здоровья, то, что ему нужно. Желтеет, значит, скорее всего, он не доедает у вас, голодает, короче. Так, Кутала Михеева. Это тоже девочки вот все с восточными танцами, костюмом восхищаются. Я потом хотела рассказать, мне девчонок молодых сейчас жалко, у нас такая ситуация в стране, зарплаты маленькие, вещи все очень дорогие, вот эти все. Я всю жизнь шью себе сама все, и в слове все, знаете, что входит? Входят шубы, входят ночнушки, входят сумки, входят шляпы, и дамские сумочки, и дорожные сумки, все это всю жизнь я шила сама. И ростовых кукол шила на каждый Новый год по знаку. Ну, вот нынче, например, год крысы, крыса у меня тоже есть, и свиня есть, все-все-все есть. Я все шила. И вот девчонкам молодым хочется прямо целое видео снять, но я знаю, что это не наша тематика, не моя. Меня скажут, ой, совсем с ума сошла, что попало, начала снимать все подряд. Как всегда скажут, ради лайков, ради каких-то денег. Нужно с детства, с молодости учиться шить самой. Во-первых, женщина, когда шьет для себя сама, она когда знает, что у нее наряд индивидуален, пусть даже не от шляпы до сапог, а хотя бы платья или там какой-то костюм, она, во-первых, экономит деньги, семейный бюджет, во-вторых, сразу чувствуешь себя уникальной, неповторимой, поднимается самооценка, человек становится самодостаточным. Я прожила, умудрилась прожить всю жизнь так, что на базаре никогда вещи не покупала. Вот этот Китай, когда завалили, ни разу не ходила на базар, ничего не покупала. Вижу сама, шью сама и буду повторяться от шляп до сумок дамских. Все это прекрасно, можно самой шить и все шить очень-очень красиво. Авторские модели. Так, вот смотрите, Оксана Смирнова пишет, появилась плесень на грунте, чем его можно обработать для повторного использования? Я уже рассказывала, что я вот ничем не обрабатывала, но если бы мне нужно было, если бы мне нужно было, я могла бы пролить и крутым раствором марганцовки, я могла бы пролить и раствором медного купороса на такой ранней стадии, никакого вреда он вам не принесет, и до того, как появятся у вас плоды на томатах, уже и грунт будет другой, и уже никакого остаточного даже вот этого меди там не останется. Любым фунгицидом. Просто бывает плесень такая, легкая плесень, которую можно и фитоспорином убить, полить и все, обеззаразить. А бывает, что если это какое-то грибковое заболевание, например, и там сильно зараженный грунт, возможно, потребуется более сильный фунгицид. Не знаю, тут все индивидуально, я вам даже не могу ничего посоветовать, потому что скажешь вам, например, полейте фунгицидом, вы польете, ой, этим фитоспорином, вы польете, посадите, а вдруг там он не протравился, у вас все погибнет, вы на меня обидитесь. Поэтому считайте, что я на этот вопрос вам никакого конкретного ответа не дала, это очень индивидуально. Я бы пролила сильным фунгицидом, я не боюсь использовать вот на таких ранних стадиях, вот даже этот, как я говорю, что хомом можно, поливают и бордосской смесью, вот этим голубым, вот эти с голубым компонентом, все фунгициды, они более действенны, хоть они считаются как более агрессивны, более вредны для человека, но они хотя бы дают гарантию, что там все будет нормально. Некоторые обходятся просто горячим раствором крепкой марганцовки. Постоит потом денек другой, и грунт снова готов к использованию. Так, Гульнара спрашивает, посмотрела ваш ролик, очень интересно, у меня вопрос, я посадила перец, когда он начал сходить, никак не снималась оболочка, я решила помочь, сами дольки оборвались, ответьте, это страшно или нет. Но у многих, получается, когда снимают шапку с космонавта, он остается без семидолик, вы понаблюдайте, если у него, ну должен вырасти, если у него вырастет, начнет расти настоящий лист, то он переживет эту травму, ничего страшного. Ну, конечно, страшновато, нужно было бы намочить сначала эту коробочку семенной, она бы спокойно у вас снялась, опрыснуть спортовизатором, с опрыскивателя и все. Если уж вы оборвали ему все по самые эти, ну как, не знаю, по самые чего, ждите тогда настоящего листа, скорее всего, лист вырастет, и все у него будет нормально. Конечно, ему это, наверное, не очень понравилось, чтобы ему... Так, Надежда Болотнова, мне тоже больше нравятся естественные пересадки, пересадка другим способом не пробовала. Все-таки лучше для постоянной посадки растений пользоваться опробованными сортами. Спасибо. Это тому, кто против ранней рассады. Если честно, не очень поняла смысл. Ну, тут что, не придерживаются лунного календаря. Вот мне дали уже подпольные клички. Ольга Ковалева написала, что я чудо земли, а Яночка Филиппова, что загадка природы, и еще шахереза. Все подходит, все принимаю. Так, вот Светлана Макарова спрашивает, люди некоторые не в курсе, скажите, про какие номера вы говорите в видео, и где можно посмотреть. И еще хочется узнать, как томаты на вкус. Начинаем с конца. Чтобы узнать томаты на вкус, нужно найти плейлист на этом канале «Дегустация». Летние видео, где дегустация. Там я дегустирую, там я честно говорю, какие очень сладкие, какие с кислинкой, какие обычные, какие вообще не очень сладкие. Первое. Потом, номера. Это номера томатов, под которыми они у меня стоят в каталоге. Потому что у меня вот в этом году было 300 сортов. Ясно, что без номеров я бы запуталась. А где можно посмотреть? Ну, посмотреть, конечно, каталог в печатном виде вы сейчас нигде не посмотрите. Обычно я рассказываю про эти номера в видеообзорах летних или кто заказывает семена, тому высылаю по запросу на электронную почту. Но в видеороликах, конечно, вы не узнаете, какие номера. А, знаете, где нужно? Толстоногие томаты списком есть видео. И там весь каталог по номерам. Я прямо иду по списку. Кому нужно, вот кто-то хочет больше, например, какие на вкус, где посмотреть, какие номера, вы просто пролистайте хотя бы предыдущие видеоролики, там весенние, летние, прошлогодние, вы сразу все поймете. Все вот эти вопросы у вас отпали бы, не нужно было бы спрашивать, потому что на канале есть все ответы на все ваши вопросы. Вика Гольцегер спрашивает. Рецепт блинов? Или даже лучше снимите, как печете блины? Вы знаете, я не успеваю снять даже, как я пикирую, как я высаживаю, потому что сейчас время таких посевов. Я пекла позавчера блины. Делаю очень просто. Я вам сейчас расскажу свой секретный рецепт. Насыпаю муке, вбиваю туда яйцо и немножко солю, немножко соды, чуть побольше сахара. Если есть, вливаю молоко, если нет, вливаю воду. До консистенции, вот как тесто на блины и все. Никогда никаких пропорций не соблюдаю. Естественно, что столько лет уже у плиты простоять. Все это на глаз. И пеку блины. Очень вкусные. Снимать, конечно, мне некогда, но сейчас не до блинов, сами знаете. Вчера пикировала весь день, сегодня тоже буду, а там посевы опять начнется. Так, при пикировке рассада в отдельные стаканчики, это Ольга Королева спрашивает, земля ранее ничем не обработана, она у меня с магазина, пролить пропикированный привикуром, этого достаточно будет? Ну тут я вам тоже не знаю, что сказать. Вы купили привикур, почитайте, пожалуйста, к нему инструкцию. Я сверх инструкции ничего не буду говорить, потому что это уже будет от себятина, от менятина, то есть будут, как советы от меня, которые я сама не проверяла. Я никогда не советую то, чего не знаю. Я после пикировки ни разу не проливала привикуром, поэтому я не могу сказать, хорошо это, не хорошо, достаточно будет, недостаточно. У меня обычно я поливаю один раз при посеве, и потом уже дополнительных обработок не нужно. Но если земля с магазина, если вы уверены в ней, может быть и не нужно поливать, а с другой стороны, если вы не польете, а вдруг земля, правда, там с магазина, она некачественная. Не знаю, я не возьму на себя ответственность применять вот этот препарат без инструкции, только по своему, как я вот сказала, по своему, как разумению. Я не делала так ни разу, поймите меня правильно. Я боюсь что-то лишнее посоветовать, чтобы не сделать во вред. Я всегда говорю, что если я делала, я могу это утверждать точно, и могу посоветовать, и сказать, да, это вот хорошо я так делаю. Так я не делала. Вот кот в сапогах такой загадочный комментарий написал. Может кто-то объяснит мне, что это такое? Да, сказочного хочется, но сказочная принцесса не может идти по грязи. Он типа грязью назвал огород, и нашу вот то, что мы занимаемся, или что? Я вот в шоке сидела, что он имел в виду по грязи, где я, наверное, то, что мы копаемся, но я не считаю грязью землю. И если кто-то так считает, это, конечно, не с нашего огорода, человек, и вообще он, наверное, тут случайный какой-то зритель. И, скорее всего, это мужчина. Такие комментарии пишут только мужики. Анжелика пишет, да, 29-го надо сажать, даже для того, чтобы осталась запись тетрадки для истории, а то когда еще? А, точно, следующие через 4 года, только через 3 на 4. Татьяна Комиссарова пишет, Оля, ах, вот в чем секрет вашей... Танцы с бубнами практикуете? Это точно. Александра пишет, а говорили, что танцы с бубнами вокруг рассада не устраиваете, а сами даже танцы живота для растюшек исполняете. Не перестаете удивлять своими увлечениями и талантами. Я человек родносторонний, мне все интересно, увлекаюсь, но и правда, есть у меня такой грешок, я когда дохожу до, ну, как до совершенства или до такой степени все узнаю, что считаю, что этого достаточно, у меня быстро пропадает интерес сразу, а вот это я еще не знаю, это я еще не умею, и кидаюсь в другую область, совсем противоположную. Так что не удивлюсь, что, может быть, захочу скоро эти гончарные изделия делать и обжигать, тоже очень интересно. Вот, Дженни пишет, посмеялась большой круг бедрами. Умеете настроение поднять и себе, и нам. Ну, это точно. Так, Галина Комарова спрашивает еще раз, а вы в своих, ну, в смысле, не она еще раз, а такой вопрос очень часто, вы в своих коричневых лотках внизу перед засыпкой грунтом делаете отверстия? Отверстия делаю обязательно, делаю и в лотках, и в стаканах, и в горшках, и в плошках, потому что, я еще раз говорю, отверстия нужны не только для стока лишней воды, чтобы вода не застаивалась, но и для поступления хоть какого-то количества кислорода, воздуха, для того, чтобы корневая система маленько у нас дышала. Вы представьте, если там не будет дырочки, нальешь воды, а вдруг немножко, чуть больше, больше, чем нужно, она там будет, мало того, что стоять, вообще не будет там воздуха, представьте, она там будет стоять, она будет долго там не просыхать, и скорее всего, корешкам это не понравится. Вы, может быть, даже и не заметите, что им это не понравилось, но растет и растет растение, просто, может быть, корни будут менее развитые, может быть, корневая система будет более ослабленная, угнетенная. Не всегда растения могут показать нам, что им плохо, но дырки дренажные обязательно нужны. Вот Ольга Дубровина написала, я от этого комментария в шоке. Да, грунт агрессивный, после замеса без перчаток в этом сезоне у меня руки облезли. Это что нужно добавить в землю, чтобы кожа человека облезла? Она же на руках все-таки уже привыкшая ко всему. Пишет, месяц смажу кремами, никак не восстанавливаю, не восстановлю. Конечно, рассада будет угнетенная, если его еще сдобрить, как рекомендуют специалисты, рассада вообще в шоке замирает. Я вот это впервые слышу, но я не думаю, что человек придумал. Наверное, есть в реальности такая земля. Я всегда без перчаток с землей своей пользуюсь. Ни разу у меня ничего не облазило. Но единственное, сохнет, конечно, но это естественно. Но если даже руки облазят от грунта, представьте, что там будет с корнями. Чего надо туда добавить, чтобы такое было? Ой, кошмар. А Владимир Грачев вот пишет наоборот. После того, как стал использовать магазинную землю, черной ножки у меня не было. А вот когда я сажал в свою землю, брал из посадок, вот тогда попал. А сейчас сажаю без обработки земля, семянной земли, проблем нет. Вот видите, ему, значит, попалась из магазина хорошая земля. Так что еще раз убеждаюсь, что сколько людей, столько и менее. У кого-то магазинная плохая, у кого-то своя не получается. И каждый должен найти именно свой способ, свой метод, то есть свой путь в урожайный, в свой огород, в такой для богатого урожая. Ну, это опять вот про NRG. Похоже, что сорт карапуз тоже толстоногий. Карапуз ни разу не высаживаю. А вот Елена Сенцова пишет спасибо. Это вот кто спрашивал про то, что если нет привикура, пишет, ох, как приятный ролик для меня. Да, это я только для вас снимала. Так. Баслые элементы восточных танцев, как необычно в огородной тетради. Покажите нам танец. Ну, знаете, танец я вам не рискну показать. Я думаю, что танец мой не поднимет вам настроение. Я в этом году многим говорила, у меня же артроз, первый раз случился в жизни, вот этого плечевого сустава. И вот это самое там основное упражнение, это, когда руками-то вот они машут, я буду, как это, подбитая с одним крылом одной рукой махать, а другая вот так вот и в припрыжку. Это не для слабонервных, нет, нет. Я даже, когда танцевала, никто, кроме меня, не видел. Я даже, когда танцевала, ржала, как лошадь. Представьте, стою перед зеркалом, вот в этом, в набалдашнике, в шлеме с висюлькой. Ну, как у меня, это набедренная повязка, все. И когда вот делаешь вот это, они же все шебуршат, гремят, музыка, так-так, все красиво, пока не видишь себя в зеркале. Вот смотришь на эти украшения, которые везде по тебе висят, переливаются. Как посмотрю на зеркало, в зеркало меня смех берет. Ну, это, это, короче, это лучше не надо видеть. Ну, естественно, что у меня не восточный танец, а пародия на танец. Я же говорила, что я в лечебных целях, ну, чтобы восстановить, там, гибкость позвоночника, там, растяжечки, все эти круговые движения. И ясно, что у меня получается не так, как в интернете. Представьте, я только что смотрела, как танцует этот танец, девушка, молодая, стройная в интернете, и тут в зеркале вижу, как будто три девушки вот так вот таких слепили, вместе надели вот такой костюм. И вот так вот она вот все это делает. Ясно, что это смешно до упаду. Но главное, что потом очень весело. Я потом вспоминаю целый день, и целый день улыбаюсь загадочно. Никто же не знает, что я днем там танцевала. Ну, хожу просто с хорошим настроением. Отчего у меня хорошее настроение? Это моя тайна. А вы еще, кто-то там спрашивал, ой, наверное, муж рад, что вы танцевали. Да я никогда этот танец не покажу, не мужу, никому, не родственникам. Это в лечебных целях. Так это, как сказать, для самолечения. Нервную систему хорошо успокаивает, посмеешься часа два. Так, дачница, ой, сейчас тоже насмеялась. Сколько важных вопросов надо озвучить, чтобы получить результат? Кажется, мелочи, и все должны сами понимать, но сейчас столько информации, придуманной, неподтвержденной практикой, как к ныречку разобраться. Вот это как раз то, о чем я говорила в начале. Сейчас ныречок, это вот хорошо, мы по 30 лет занимаемся, мы уже знаем, мне иногда даже смешно, начинает там кто-то повторять за блогерами. Я думаю, ну, зачем вы это делаете? Ну, без этого же все можно, это просто усложняется, информация наслаивается, и люди уже не могут понять. И вот как раз дачница, удачница про это пишет, что я более 30 лет огородничаю, в последние 3-4 года начала пробовать способы и приемы блогеров с Ютуба. Ну, как ни странно, почти все отсеялось и вернулось к тому, что делали раньше. Очень близок подход Ольги, но еще пара каналов, где нет рекламы, фирм Семян и Чудо Средств, где нет заголовков, сажайте только так, обработайте этим средством, будет счастье. Меня тоже удивляет, вот дурят наших новичков вот этими заголовками. Если вы это не сделаете, у вас ничего не будет. Вот это Чудо Средства, но это же все неправда, но это явная неправда, явное такое, как сказать, вводят в заблуждение, и без Чудо Средств все растет, и без каких-то там дополнительных обработок и подкормок. Самое главное, научить человека не как эти подкормки мешать и сколько раз подкармливать, а как понимать, что нужно растению. Вот, например, в разные возрастные, там, ну, в разных фазах, что нужно в фазе рассады, что нужно вот в фазе ботанизации цветения, как ухаживать, что иногда можно вот этими своими манипуляциями, только агротехническими приемами вырастить нормальный, хороший лужай. Но тут, конечно, нужна еще и почва. Про почву я не скидываю, потому что, если почва бедная, можно биться, как рыба об лед, и ничего не вырастет. Почва все-таки нужна, хорошая. Так. А, вот это хотела я тоже рассказать, и, наверное, буду заканчивать. Люда Суровягина. Я всегда, как какие-то неудачи у человека, лучше вот на такой, на, как сказать, на не очень радостный комментарий отвечу, потому что больше пользы будет. Осенью готовила свой грунт, по незнанию, думала, что кашу маслом не испортишь, добавила на тачку земли почти ведро залы. Ну, короче, посеяла сухими семенами, всходов нет, потому что врушала землю, не нашла семечки. Они могли сгореть от залы. Сажала 12 сортов, ни одного всхода. Ей уже тут написала, Евгения Рос, что ведро залы, это на весь огород. Вот смотрите, я 5-литровую вот эту баклажку насеиваю золу. Мне хватает действительно на весь сезон. Я добавляю столовую ложку золы на один лоток при посеве. Лоток, там грунта чуть меньше, чем ведро. Ну, пусть там 8 килограммов. Одну столовую ложку. Если вы добавили ведро золы, я не знаю, сколько в тачке ведер, я думаю, что это запредельно высокая очень норма золы. И действительно, зола, она в свежем виде очень агрессивная. И она съедает, как я вот говорила, она съедает всю патогенную микрофлору, всю плесень, все грибковые заболевания. И может скушать и семена. Может. Я думаю, что может. Я ни разу столько много не добавляла. Ну, вот тут советуют уже полить раствором лимонной кислоты, чтобы исправить кислотную эту грунт. Конечно, сгорели, пишет Любовь Ткаченко. Сети снова, пока не поздно, в другой грунт. Я это уже проходила. Вот видите, кто-то уверен, что сгорели. Вот видите, как получается. Вроде бы средство натуральное, народное, которое мы очень часто применяем, которое, ну, казалось бы, что может быть плохого. Но, если вот так переборщить ведро золы, целое ведро, действительно, вам сказали, что ведро золы это достаточно на огород. И, вероятно, там была такая высокая концентрация, что еще раз убеждаюсь, что все лучше делать в меру. Лучше не доложить, чем переложить. Я повторю, я вот одну столовую ложку на ведро грунта или на один лоток при посеве делаю. Больше никогда. Ну, вот тут Яночка Филиппова про супруга. Ваш супруг был очень рад, когда вы так красиво научились танцевать. Мой супруг об этом даже не знал. Я уже писала, что он не успевает отслеживать за всеми моими увлечениями, что я там делаю, что я шью, вышиваю, танцую. Он обычно на работе, во-первых, а во-вторых, мы с ним живем в параллельных мирах. Он такой человек, не если вот у меня столько увлечений, я такой-то как активный, энергичный, он полная противоположность. Он ничем не интересуется, ему ничем не интересно. И вообще ему это все параллельно. Короче, параллельные миры. Так что про мужа можете вообще не писать. Он не знает, что растет у меня в огороде, он никогда там не бывает. и все эти мои рисунки, танцы, стихи, все мое вот это изучение старинных зданий по городу, все это для него тайна. Ничего этого он не знает. И ему не интересно это. Так. Вот Елена Шагиева говорит, что даже трудно поверить, что все это выращивает один человек. Ждем танец в костюме, но я уже объяснила, что танца не будет. Подбитая птица с одним крылом танцевать не будет, смешить людей. Я разумный человек, я понимаю, что можно показать, а что нет. Так. Я лучше покажу потом молодым девочкам, как сшить дорогое, шикарное платье своими руками, очень просто и такое, что потом еще будут восхищаться. И можно сказать, что вы его выписали откуда-то за 60 тысяч рублей. Потратите одну тысячу. Полторы. Я сама шила снахе на свадьбу такое платье. До сих пор восхищаюсь им. Оно мне так понравилось. Никогда не видела такой красоты. Так, Людмила Васильевна, вы большая оптимистка. Значит, буду сеять по состоянию здоровья. Все правильно. Кто не успевает сеять в благоприятные дни, просто по состоянию здоровья вот и родились. Все. Я на этом сейчас буду заканчивать, потому что время проходит так быстро. Я вот чего хотела сказать. Я ничего не успеваю. Начинаю вроде говорить. Тут видите, как и отвлекаюсь, и без этого никак. Я не умею говорить как-то сухо и коротко. Мне хочется так рассказать, чтобы все было понятно, чтобы ответ был объемный такой, чтобы ответ был вкусный, чтобы мозги его, мозги других людей, которым я отвечаю, чтобы его усвоили, чтобы он был интересный, чтобы его хотелось послушать, послушать, хотелось усвоить, и хотелось, чтобы запомнить. Не просто, как вот ответить раз, два, некоторые мне говорят, говорите, как коротко, ну как коротко. Я говорю, что короче, я могу сказать только так. посеял, взошли, выросли, сняла урожай, сделала заготовки, все. Вот это вся огородная жизнь. Это вот от весны до осени можно уместить и в четырех словах, а можно снять про это полторы тысячи видеороликов, красивых, красочных, таких, которые затягивают новых наших, в нашу огородную компанию, новых людей, новых членов нашего веселого, веселого урожайного огорода. Я думаю, он у нас веселый. И у нас, что самое интересное, остаются такие только добрые, доброжелательные люди. Вы заметили, что злые здесь отсеиваются. Один раз заскочит, хоп, его не поддерживают, он уходит. Все люди друг другу помогают. И вот я, как в прошлом году говорила, что хотел кто-то продать огород, даже передумали продавать огород, потому что у нас так интересно, у нас такая теплая атмосфера. Конечно, больше всего женская. И мне вот хотелось бы, ну конечно, рамки моего канала мне не позволяют. Хотелось бы говорить и про кулинарию, и про шитье, вот про все это проведение хозяйства. Как стать универсальной женщиной, чтобы сэкономить бюджет, чтобы жить всю жизнь безбедно? Я скажу по секрету, я смогла прожить жизнь так, что я никогда не смотрела, какие цены, никогда не знала о повышениях цен, меня это никогда не волновало, потому что я всегда имела желание, имела возможность заработать для себя, для своих детей, для своей семьи. Если один вид бизнеса не шел, ну как я считаю, бизнес это вот такие крошечные, вот такие вот, как например, занятие рассады, там шитье, и шила на заказ, и ходила, я уже говорила, что не буду снова перечислять, чем я только не занималась, всегда у меня были деньги, и я сейчас больше чем уверена, я уже говорила, даже если состояние здоровья меня подведет, но буду зарабатывать другим путем. Хочется научить этому, молодых вот хозяин, молодых вот мамочек, которые сидят в декрете, сидеть в декрете, это золотое время, ты свободен, ты можешь делать, что хочешь. Кстати, я когда первого сына рожала, сидела в декрете, я увлеклась, загорелась вот этим ковроткачеством, я за время декрета соткала себе ковер, вот этот персидский натуральный, очень красивый, я так этим гордилась, в то время было советское время, не было ни ковров в продаже, не было ни денег на ковер, но за полтора года я его сделала, и долго-долго им гордилась, пока не перешла на другую ступень, когда могла уже купить себе все, что и ковры персидские, и все, но этот ковер еще долго напоминал мне о моем упорстве, о моем такой вот, захотела ковер, я его сделала, хочу, чтобы все женщины были такие. Все, до свидания. Сразу извиняюсь за множество лирических отступлений, но я считаю это тоже очень важным, так как у нас женская компания, мы ведь живем не одним огородом, у нас еще должны быть какие-то другие интересы, и особенно молодые девушки должны как-то понимать, что, ну не знаю, хочется дать совет, как я вот более такая уже возрастная женщина, прожившая всю жизнь, хочется передать какие-то секреты успеха, секреты вот такого, хотя бы так, между срок по несколько предложений, все равно может быть кто-то намотает на ус. Субтитры сделал DimaTorzok